Ну вот в этом плане очень хороший по своей сути, рекомендую посмотреть фильм о императоре Константина, вы слышали такого, да, Византийской империи, но это особый вариант, если брать тот вариант, который показывается в современной истории, будем считать, что неважно правильно или неправильно, это уже вопрос второй, но как показывается, как приходит первый священник, якобы христианский, хотя это не христианский, а культа Дионисии тогда, греческой религией почему называлась, княгиня Ольга не называла христианство греческой религией, и она была крещена в греческой религии, а не в христианстве, это везде написано, почему-то все это забывают, так вот, когда к нему пришел первый священник, культа Дионисия, и сказал, слушай, сделай нашу религию государственной религией, Наша религия дает тебе право на абсолютную власть, сделать все, что ты хочешь, мы позволяем тебе убрать своих конкурентов, и тому подобное, и тому подобное, мы тебя поддерживаем, то есть она давала возможность людям, честолюбивым, амбициозным, получать то, что они не заслуживали, понимаете, вот хочется кому-то быть прожидентом, да, а его не назначают, а он считает, что он заслуживает, он там тот, то сего раз и получил, да, понимаете, Или царем, к примеру, да, так вот, религия и позволяла это делать, религия позволяла того, чтобы возникала ситуация, когда давала право, допустим, царю, ну, потом, там, императору, того, чтобы полностью объявить себя помазанником Божьим на земле, И свою власть объявить вторую после Божьей, и делать все, что угодно, у наших предков никогда не было такого, у наших предков всегда была власть, власть несущая, несут полную ответственность за всех и вся своей страны, а не наоборот, они не спали, они были действительно слугами народа, а не то, что, как у нас, слуги народа в советские времена были и потом тоже, понимаете, Субтитры создавал DimaTorzok